Спасибо, что пришли. Хотела узнать, сколько из вас здесь есть журналистов? Журналисты. Ага, хорошо. Дизайнеры? Программисты? Ага. А кто остальные тогда? Хорошо. Я рада, что вы сочувствуете дату журналистики, потому что я думала, какой вклад я могу внести в эту дискуссию, и это будет вклад довольно-таки журналистский или вклад рассказчика. И это будет такая выстраданная личная история. Я надеюсь, что вам это поможет, может быть, на ваши какие-то вопросы ответят. И буду рада также, если вы потом зададите вопросы. Поэтому это будет семь вредных советов, что нужно делать, чтобы как-то развивать журналистику данных. Вот. Я мечтала и до сих пор мечтаю заниматься дата-журналистикой. То есть мне как журналисту все время кажется, что она где-то еще есть, еще круче, чем ты делаешь. Собственно, так есть. Вот. Но ты все время пытаешься взобраться по какой-то лестнице, у которой нет конца и края. Вот. И мне кажется, важно на эту лестницу зайти, потому что у дата-журналистики есть имидж очень крутых, сложных, дорогостоящих проектов. И таких элитарных, залипательных, развлекательных и сделанных большими командами, где есть разные специалисты. И когда есть такая картина и представление о дате-журналистике, очень сложно начать делать какие-то простые истории. И мне кажется, что из-за этого журналистика как направление немножечко теряет, потому что есть очень много простых вещей, с чего можно начинать. Вот. И хотя я как раз, как и, наверное, все смотрела на эти примеры зарубежных изданий, получилось, что начать пришлось именно от самого простого. Почему называется дата-целена? Потому что у меня так в жизни почему-то случилось. Я сначала изучала дата-журналистику на разных онлайн-курсах и так далее. И потом, перед тем, как стать дата-журналистом, я стала тренером по дата-журналистике. Так как это стало популярное направление, его стали преподавать на разных тренингах, и там уже потребовались русскоязычные ассистенты. Вот. То есть я стала ассистентом, и сразу скажу, все, чему научилась, научилась в основном у одного человека, но потом, естественно, набирала. Есть такая методология преподавания дата-журналистики, ее разработала Эва Константарес. Она в интерньюсе дата-эдвайзером была. Ссылки на этот учебник будут в конце презентации, которую вам выложат. Вот. И этот учебник состоит из пяти частей. Это такой учебник для дата-журналиста, который я потом переводила и адаптировала на русский язык с примерами из пространства СНГ, в том числе России. Вот. И он, значит, сначала ты просто понимаешь, что такое истории на данных, как их делать и так далее. Потом, какие есть источники на данных. Потом, как можно делать анализ данных журналисту, то есть немножко статистики, интерпретации данных, работа с репортами, где есть уже какие-то данные. Визуализация данных и в конце стори-тейлинг на данных. Какие структуры для истории наиболее выигрышные, как правильно расставить данные, когда вы уже их как-то собрали. И инструменты, да, какие-то digital tools, digital platforms. А, кстати, вот здесь сидит Дада Линдл, и она вчера выступала из РБК. Мы вместе переводили, она помогала, поэтому большое спасибо. Вот. Мне кажется, полезный учебник, потому что один из немногих ресурсов на русском языке, который дает от А до Я такую картину, как делать дата-журналистику. Вот. И, собственно, с этим тренингом по этому учебнику я попала в Кыргызстан. Что вы знаете про Кыргызстан? Так, как дальнейший? А? Коррупция? Окей. Баклажаны. Там не так много баклажанов. Но я мало очень знала, а еще меньше я могла сказать, чем именно Кыргызстан отличается от других центрально-азиатских стран. И, как сказать, очень рада, что сейчас точно могу сказать, много-много могу говорить про Кыргызстан. Вот. Я вам привезла части Кыргызстана. Короче, там, как сказать, кучевые, да, кучевой народ раньше был. И они очень много всего перевозили с собой. В частности, вот у них была такая высокая энергетическая еда. Это сыр соленый в шариках. В общем, первые 20 человек могут попробовать. Осторожно, с первого раза он никому не понравится, но вам придется вернуться в Кыргызстан и попробовать. Вот. Это Кыргызстан в трех словах. Это из Фейсбука одного. Ну, просто рвите. Вот. Есть там такое издание молодежное, Клуб Кейджи. Очень советую. Очень такое прогрессивное, дерзкое издание. Это у главного редактора из Фейсбука я взяла. Ну, в разговоре, в шутках появилась эта вещь. Кыргызстан в трех словах. То есть сначала, типа, все очень легко делается, типа, пойдет. Потом буерса — это значит бог даст. Типа, как-нибудь сработает. А вот это слово, оказывается, у него совершенно другое значение в Кыргызстане. Это когда ничего не получилось, все сломалось, и к тебе приходят и говорят, ой, оказывается, и там какая-то история, которую надо было в самом начале еще до этого этапа сделать. Вот. Ну, в принципе, у нас в России тоже, мне кажется, есть как бы синонимы, да? Там авось и так далее. То есть, ну, Кыргызстан на самом деле прикольная страна. Самая свободная страна Центральной Азии. И, честно, на мой взгляд, более свободная в плане, что можно делать, чем Россия. Ну, там, в рейтингах свобода слова тоже она выше. Вот. Естественно, это немножечко на грани анархии происходит, потому что там уже было две революции. И, в частности, власти боятся повысить электричество, чтобы не было цены на электричество, чтобы не было третьей революции. Вот. И, собственно, как развивать эту дата-журналистику, я приехала по приглашению сначала на тренинг, а потом меня попросили остаться в университете. И я подумала, это классно, потому что надо обучать студентов, и они молодые, и, в общем, у тебя есть не один человек. Потому что дата-журналист, как правило, это самоучка, который сам чему-то научился. Я имею в виду, если он не работает в студии, там, инфографики или в каком-то хорошем, ну, как бы, крупном национальном СМИ, да. Это очень часто по стране такие самоучки, которые являются людьми-оркестрами, то есть должны уметь делать все сразу. И в таком состоянии просто, мне кажется, очень сложно развивать что-то, и у меня самой было много идей, которые мне было очень сложно воплотить, потому что, ну, ты один, и ты, вот, конечный, и еще к тому же тебе нужно что-то есть. Вот. И я подумала, университет — это очень классный метод развивать дата-журналистику, чтобы было, ну, sustainable, устойчиво. Вот, это наша группа, второй курс, в общем, мне достался, журфака. Так, сейчас я вам покажу историю, которую мы сделали. Я тут просто хотела показывать вам прям вот сами истории. У нас, в общем, вот эта вся школа дата-журналистики сильно основывается на гипотезе. То есть мы чуть ли не первые полгода только гипотезой занимаемся. У дата-журналиста должна быть четкая логическая связка, желательно из двух или трех частей, которые он должен доказать на данных. То есть сначала он должен поставить проблему, и потом он должен понять, что эта проблема доказуема на данных, и что эти данные есть. Ну, и, как правило, на этом этапе то данных нет, то они не совсем такие, то что-нибудь не то. В общем, надо возвращаться и переделывать гипотезу. Вот. И это была история про свалку. Ну, то есть, мне кажется, дата-журналистика — это такой способ еще постоянно находить что-то новое в темах, которые уже вроде как обсосали со всех сторон. И свалка, в том числе в Кыргызстане, большая проблема. То есть люди там все просто сваливают. Коррупция там, естественно, имеет место быть. Но нужна какая-то гипотеза, потому что невозможно рассказывать еще раз, что типа, смотрите, как много вообще мусора. Вот. И была такая гипотеза, то есть, вот это журналистский проект, который они защищали в конце года. Это просто я вам показываю, как бы, к чему можно прийти. Что можно не копить мусор, а что денег, которые мы собираем как налог на сбор мусора, хватит теоретически, чтобы построить в будущем перерабатывающий завод. То есть в этом и есть, мне кажется, дата журналистика, что тебе не нужен эксперт, который что-то там скажет. А ты можешь поставить такую гипотезу, что а реально ли построить перерабатывающий завод, чтобы там у властей не было отмазки, что, я не знаю, в Кыргызстане это неприменимо или что-то еще. И попытаться как-то это доказать. Мне кажется, сейчас какие-то, ну, у вас может быть такое восприятие школьного проекта, но может быть это и важно. Что вот что можно сделать силами трех девушек, там, 19 лет, да, которые учатся в университете просто. То есть они смотрят объем свалки, они смотрят, сколько сомов, это валюта, собирается с человека, сколько человек живет в городе Бишкек, сколько числятся в абонентской базе. То есть сколько пытаются посчитать объем, потому что этих данных никто не дает. И смотрят размер полигона, вот, потому что на данный момент такая программа государственная, ну, муниципальная, что делать со свалкой, это просто ее как бы увеличивать. Вот, и они смотрят еще темпы прироста населения Бишкека, и еще есть в отчете окружающая среда и здравоохранения, сколько мусора производится, да. Поделив мусор на население, получаем примерно количество килограммов, которые производит каждый бишкекчанин за год, прибавляем к этому рост населения и получаем все вместе. Значит, что у нас будет 11 Empire State Building из мусора в ближайшем времени в Кыргызстане. Вот, ну, и там, соответственно, дальше они высчитывают про то, что можно построить как-то перерабатывающий завод, чтобы вот такого ужаса не было. Вот, и, кстати, скажу, что мы на эту презентацию, мы ее хотели сделать публичной, чтобы, ну, чтобы туда пришли редакторы и чтобы была такая мини-летучка. То есть там все проекты, которые журналисты, студенты сделали, мы показывали редакторам, и вот редактор сказал, что я бы опубликовал. То есть тоже такой пич был у нас. Так, сейчас я возвращаюсь в презентацию. Можно напомнить, как полный экран? Хорошо. Вот, и, собственно, довольно быстро я поняла, что этого мало очень, потому что ты воспитываешь там, допустим, одну группу студентов, где они будут работать, непонятно. То есть нужно, чтобы у них были рабочие места, нужно вообще, чтобы у редакторов тоже был запрос. Вот, и чтобы у редакторов было понимание, что такие работы сложнее, дольше, и что нужно обучать своих журналистов и так далее, да. Вот, и мы стали вести тренинги. Вот, тренинги мы тоже вели по приглашению. И еще у нас было такое миссионерское вообще видение, что дата-журналистика должна быть для всех, особенно в регионах Кыргызстана, чтобы они, люди владели Excel, чтобы все владели Excel просто. Вот, и это были очень трогательные тренинги, когда мы там объясняли, как пользоваться правой кнопкой мыши и все такое. Вот, и это было мило, но иногда мы вместо результата получали какую-то такую штуку, типа, приезжаем на второй тренинг из серии, да, нам говорят, ой, мы еле вспомнили, как вас зовут и, собственно, чего вы ждали. Вот, и, то есть есть какой-то ряд фрустрейшенов, потому что, если это нужно только тебе, то есть ты такой энтузиаст, сейчас я приеду к вам и научу, то это тоже, ну, люди должны захотеть, а тебе нужно как-то так сделать, чтобы они захотели, потому что если все-таки какие-то тренинги, то люди не будут понимать, зачем им это все-таки нужно. Вот, тем не менее, люди, которые вот эту штуку сдали, когда требовалось сдать анализ данных, они все-таки сделали важную историю, которой, ну, я тоже горжусь, рада, что она появилась, и особенно, что она появилась в региональном СМИ. Это, там, региональная СМИ города Джалалабад, Джалалабадской области Кыргызстана, тоже история такая. Вот есть данные по количеству доноров крови, мы их запрашиваем у республиканского центра крови, нам просто присылают данные, количество доноров, да, то есть информация не секретная и, в общем, несложная, ну, что можно написать? Мы увидели, что снижается, да, но так как мы учим журналистов какие-то очень простые математические операции производить, мы можем поделить количество доноров на жителей каждого региона, и мы тогда можем увидеть, что в каждом регионе прям катастрофически не хватает доноров, то есть даже в Бишкеке, где доноров больше всего на тысячу человек, это вдвое меньше нормы рекомендованный ВОЗ. А, соответственно, вот это все, это еще гораздо меньше, а гипотеза, естественно, у нас была другая, то есть очень часто гипотеза у тебя какая-то прекрасная и какая-то революционная, но то, что ты можешь сделать, то, что ты собрал в итоге, оно такое, вот, но это не важно. Вот, мне кажется, люди не должны знать здесь, что изначально идея была посчитать, сколько ДТП могло бы быть предотвращено, если бы у нас было достаточно вот этих центров переливания крови, да, а просто, к сожалению, нет такой статистики в ДТП, жертва ДТП, которая именно из-за нехватки вот этого, ну, крови, да, или пункта переливания крови. Невозможно это доказать, невозможно это посчитать, но зато появляется другая история, что, во-первых, регионы, катастрофически там нехватка таких доноров, и, во-вторых, просто мы увидели, что, ну, такая очень basic data journalism, что большинство доноров это родственники, то есть они сдают кровь на конкретную какую-то вещь, да, и, сори, на конкретное ДТП. И тут важно, что журналисты сами эти факты поставили в этом логическом порядке, и, соответственно, сразу же идет и рекомендации, скажем, solution, есть такая вещь, solution journalism, ну, то есть ты от проблемы к причинам этой проблемы переходишь к решению. Соответственно, там в конце идет всякие рекомендации, как нам повысить количество добровольных доноров крови, что делается. Оказывается, что у населения там анемия, и каждый третий донор, он в итоге не может сдать кровь на самом деле, то есть надо с этого начинать. Вот, и мне кажется, журналисты, они довольно сильно воодушевлялись, поняв, что, оказывается, они сами могут говорить какую-то информацию новую, а они эксперты, это все им выкладывают. Вот, то есть такие исследования получаются. Так, возвращаемся сюда. В общем, такие тренинги нам не понравились. Мы решили делать другие тренинги. В частности, вот, про которые я уже говорила вчера, интерньюс. С интерньюсом у нас такой проект, мы берем шесть журналистов, и они в командах по двое. И мы им делаем маленький тренинг, пять дней, очень интенсивный, но потом мы должны в два месяца делать по одной истории. То есть одна команда делает в два месяца одну историю, значит, за год 18 историй. Таким образом, мы пытаемся сделать две вещи. То есть, с одной стороны, это долгосрочное инвестирование. Год люди это делают, потом как бы сложно перестать, мы надеемся. Вот, второе, это то, что мы реально очень долго сидим над историями. Моя роль здесь — это ментор, редактор. И в зависимости от СМИ мы еще взаимодействуем с редакцией. То есть, чем более редакция открыта, тем больше мы у них внутри сидим, и тем позже мы от них уходим. То есть, мы как раз с хлопом тексты прямо ночью все переписываем. Групповое называется «Перетягивание абзаца». Типа, четыре редактора сидят и делитом все время перетягивает куда-то абзац. Вот, ну, в общем, это была такая попытка сделать долгосрочное вложение в качество журналистики и также в навыки журналистов. Что здесь нравится? То, что здесь за год можно идти от простого к более сложным вещам. Вот, покажу пару историй, которые получились. Какие публикации у нас появились. Это публикация на кыргызском языке. На самом деле, там большинство населения говорит на кыргызском. Поэтому, несмотря на то, что я сама только на русском могу вести, я очень радуюсь. И это очень важно, чтобы вот там выходили статьи на языке, на котором они читают. Ну, не знаю, зачем сейчас вам это знать. Ну, ладно. Просто я скажу, что тебе нужно подстраиваться, получается, под запросы аудитории. Это история важная для той страны, для того региона. И просто там переполненные классы, переполненные школы, потому что все школы там в аварийном состоянии и так далее. И здесь журналисты просто запросили количество учеников в классе и поделили, и получили там школы самые переполненные. В общем, тоже не очень сложная математика, но они оказались единственные в стране, кто когда-либо это посчитал. Поэтому их тут же цитирует депутат и говорит, что типа давайте построим новые школы. То есть, на самом деле, эти истории, они резонируют в обществе. Хотя, ну вот реально, не rocket science вообще. То есть, самое, наверное, простое из того, что вы сегодня увидели. И поэтому, мне кажется, это очень важно, чтобы мы не забывали про такие истории. Вот эту историю кто-нибудь видел из вас? Нет? Называется «Страна на иждивении. Кыргызстан выживает на деньги иммигрантов, но не умеет их тратить». Я вам ее очень хочу показать в виде, как она опубликована. Здесь мне нравится ее верстка и ее логическая цепочка. Давайте посмотрим. Надеюсь, клуб не заблокирован. А, нет, не заблокирован. А то в некоторых странах он заблокирован. Вот. В общем, во-первых, иллюстрация. То есть, тут такая монеточка. И она, значит, летит-летит через весь материал. Попадает она к мигрантам, которые бедненькие их проедают. И попадает далее к депутатам, которые там купаются. То есть, во-первых, ну, вы видели там первый самый материал, это был какой-то кусок текста. Да, нам самим тоже немножко, как вам сказать, не всегда ты в кайфе от того, что в итоге получилось. Потому что не ты один за этот материал несешь ответственность. И там я не могу в Джалалабадскую редакцию прийти и тоже как-то что-то сделать. И у меня и навыков этих нет. То есть, я не могу такие штуки рисовать. Но вот так как редакция Клопа, она была заинтересована, они тоже вложились очень сильно, в первую очередь, просто редакторскими силами своими. А во-вторых, вам расскажу про логику и гипотезу для этой статьи. То есть, известно, что в Кыргызстане, как и в других странах Центральной Азии, экономика очень сильно зависит от переводов мигрантов. И это как раз-таки, в общем, никого этим фактом не удивишь. Но что можно сделать? Можно поставить факты в таком порядке, в котором до этого их никто не ставил. То есть, во-первых, мы нашли данные о том, что по доле от ВВП Кыргызстан занимает первое место в мире. Уже просто всех обошел, там Таджикистан обошел и какие-то там королевства редкие. Короче, первое место. И это на самом деле ньюсворси, это очень стоит на это обратить внимание. То есть, Кыргызстан самая зависимая страна, можно сказать. Это первое. Так ты рисуешь масштаб проблемы. Следующее, ты уходишь на влияние. То есть, куда эти деньги попадают. И дело в том, что эти деньги попадают в бедные области. Как мы это нашли? Есть такая статистика бедность. Уровень бедности с учетом мигрантских переводов и уровень бедности без учета мигрантских переводов. И, собственно, математическая операция была минус. То есть, в Баткенской области доля бедности 40% населения. 40% населения бедные. Без учета мигрантских переводов 60%. То есть, здесь больше половины населения. Черта бедности это примерно 2,5 тысячи рублей в месяц. То есть, это совсем бедные люди на самом деле. И их больше половины населения всей области. Можете себе представить. И, в общем, мы выстроили этот график. Самые бедные области. Получается, что мигранты спасают юг Кыргызстана. Это и тоже самая бедная часть Кыргызстана. То есть, таким образом мы доказываем, что эти деньги, они закрывают дыры просто в нищете страны. А далее у нас были деньги о том, как тратятся эти переводы. И, собственно, они тратятся на потребительские расходы. И это тоже ужасно. То есть, то, что эти деньги проедаются, то, что зарабатывается с тяжелым трудом, оно в итоге попадает на еду, на одежду и все. И, в общем, эта история, она, правда, зашла. Попала она в список highlights. Есть такая International Journalism Network. Вот у них были highlights. Туда попали, типа, за 2018 год New York Times, Reuters, Washington Post. Из русскоязычного пространства Медуза, Новая, кто-то еще и вот это. Вот. То есть, ну, правда, зашло. Вот. Хотя мне кажется, вот это все doable. Вот я к чему. Может, у вас сейчас какой-то вопрос есть, на который я могу ответить? Вы имеете в виду сверху, да, где-то? А там топ. Там же только топ. Это не мы, это данные Всемирного банка. Ну, нет, это данные всемирные. То есть, там Украина точно есть. Можно чекнуть источник. Источник здесь интерактивный. То есть, данные здесь внутри посылки. Да-да-да. Потому что, мне кажется, можно сейчас обсудить, пока мы не ушли на другую сторону. Микрофон можно тогда на вопрос? Спасибо. Нет, просто это было удобно для записи. Нет, на самом деле, просто реплика была в плане того, что следующая диаграмма, она говорит о юге Киргизии. Ну, например, я смотрю эти области, я не понимаю, что это юг, я не знаю Киргизию. Сюда, мне кажется, прям вот напрашивается карта, где мы их покажем. Ну, если честно, мы, короче, не очень любим карты. Потому что нам кажется, что, я поняла ваш аргумент, да. Но просто здесь важно показать, наверное, четкое какое-то количество вот эти данные. А так мы просто написали это в тексте, что это юг. Мне кажется, что, ну, окей, да, можно было. Еще вопросы у вас есть какие-то по этому материалу? Ага, хорошо. Так, ладно, вот. И, в общем, вот эту вот стимпенциальную программу мы вели, ведем. Сейчас уже пошел ее второй год. Так, что дальше? Вот дальше тоже, опять же, тоже опять недостаточно тебе становится этого всего. Мы поняли с коллегами, с нашими со-тренерами, что надо развивать экосистему, и надо развивать комьюнити. И, короче, во-первых, тебе нужны люди-энтузиасты, потому что не сразу ты можешь сгенерировать эти зарплаты. Вот. И в конце концов это не ради зарплаты делается, да. Мы все начинали с того, что нам было интересно. А нам нужно, значит, привлечь этих людей. Значит, нам нужно сделать какие-то мероприятия такие массовые. И вот мы тоже делали хакатоны сами. Мы на этом этапе основали школу данных Кыргызстан. То есть, может быть, знаете, есть такая международная организация School of Data. И, собственно, можно с ними связаться и зарегистрировать чаптер у себя в стране. И вот мы зарегистрировали. У нас общественный фонд школы данных Кыргызстан. Но также он как неформальное сообщество работает. Вот. Это у нас был первый хакатон. Называется он Hack Poverty. То есть, мы придумали, что команды должны выступить с какой-то гипотезой про бедность. И потом в итоге предложить некое решение этой бедности. Вот. Тоже хочу поделиться историями, которые оттуда получились. Они все получились про разную статистику такую. Про неравенство в доступе к здравоохранению, к чистой воде, к образованию и так далее, и так далее. Вот. И вот одна история тоже довольно-таки простая. Это материал про питание. У нас в Кыргызстане недоедание очень сильно у детей развито, к сожалению. Вот. И была такая гипотеза, что не от денег зависит уровень недоедания. То есть, что если по-другому тратить те же самые деньги, то ребенок может лучше питаться. Потому что недоедание, оно же не только недополучение калорий, это как раз микронутриенты вот в данном случае. Вот. И если есть там меньше лепешек с чаем, а больше молочных продуктов, то станет лучше детям. Потому что это потом очень-очень сильно влияет на дальнейшую жизнь. И, собственно, здесь тоже такая простая доказательная логика. Но, мне кажется, она очень нужная. То есть, во-первых, недоедание сильно влияет на оставшуюся жизнь человека. Если человек особенно развивает низкорослость или что-либо еще, то это до конца его жизни. И тут такая какая-то просто посчитанная инфографика, что как нужно питаться. И вот разница там тресома. С этим материалом они заняли второе место. Вот. Так. Окей. Дальше. А, сори, это как рубль. И даже они очень похожи по валюте, по курсу. Вот. Опять нам этого было всего мало. То есть, мы такие выпускаем материалы, и мы понимаем, что не все их читают. И ты так долго-долго работал над материалом, у тебя практически готовы исследования. То есть, ты уже сам практически специалист в какой-то теме. И ты прямо видишь социальную проблему, с которой нужно что-то делать. А что с этим делать? Уже материал, собственно, ушел. И поэтому это не только мы придумали. Во многих странах журналисты, они раскапывают данные, и дальше, получается, на этой теме продолжают работать. Во-первых, они обновляют свою базу, если это какая-то ими собранная база. Во-вторых, они там могут консультировать по этой теме. Вот мы устраиваем общественные дискуссии. То есть, здесь у нас был анализ данных суда. И это один из последних продуктов вот этой годовой стипендии. И он был уже гораздо сложнее в плане анализа данных, потому что там с программистом вместе заскрейпили PDF. И из PDF-ов, прямо из приговоров, из текстовых выцепляли вот это слово «осужден, не осужден». И выцепляли статьи, чтобы потом найти, какие самые популярные статьи. И по каким статьям чаще выносят обвинения и по каким чаще оправдывают. Выяснилось, что обвинения выносят больше всего за наркотики, причем без цели сбыта. То есть, просто мелкие наркоманы, они их сажают в тюрьму пачками. А за оправдание, статья такая самопопулярная, превышение общественных должностных полномочий и взятки. Вот. И, собственно, вот уже история, которая тоже пряталась в статистике, которую очень важно рассказать. И мы тут очень долго звали Верховный суд Кыргызстана, только он, к сожалению, не пришел. Ну, хотя бы пришел омбудсмен Кыргызстана там сидит, а это одна из кандидаток в президенты и правозащитница. И вот это даты журналисты сидят. И, в общем, тут такая общественная дискуссия происходит на эту тему. И мы понимаем, что этого нужно делать больше и больше. Вообще, чтобы люди переходили к такому data-driven discussion. То есть, чтобы дискуссии становились более осмысленными с точки зрения, что нам нужно делать, что конкретно, какие механизмы, как это отслеживать, как это измерять. Вот. И мы с этими целями также организуем дата-среду. Вот. Публично пока мы позаимствовали. О, инфокультуре. Большое им спасибо. Вот. И мы очень часто делаем просто очень базовое обсуждение какой-либо темы. То есть, берем тему, например, образования, приглашаем экспертов и обсуждаем их последние отчеты для журналистов. И просто все сидят и задают какие-то вопросы, а потом иногда выходят материалы. Даже, может быть, не дата материала, а просто то, что эксперт им объяснил, они как-то поняли и написали. Вот. И опять нам этого, собственно, мало. Нужно делать сообщество. Очень нужны стартапы на данных, очень нужны госы, которые будут заинтересованы. То есть, наверное, дата журналистика у каждого своя. И у меня она, кажется, откуда-то из Европы такая понахватанная, потому что до переезда в Кыргызстан я там жила и, наверное, насмотрелась на вот это open data community. Там, где есть и программисты, которые все такие open source. И, значит, эти научные деятели, которые open access занимаются. Да? Госы, которые открыты к диалогу, которые сами хакатоны проводят. И журналисты. Вот. И нам очень тоже хочется, чтобы это как-то развивалось. Это дата-фест в Дебилиси. Кто-нибудь был на дата-фесте, кстати, из вас? Нет? Вот. Мы были с Андреем, мы советуем. Потому что это такая хорошая тусовка. И просто, оказывается, сидеть у себя там и что-то фигачить недостаточно. К сожалению, даже если ты интроверт, надо вылезать и разговаривать об этом. И мне кажется, материал про мигрантов, он отчасти потому и там раскрутился. Потому что мы его тоже, ну, про него рассказывали. Мы его там кидали куда-то в паблике. И, в общем, он зацепил. Вот. Просто эту ссылку скинуло, потому что на 2017 году, когда был первый дата-фест, было очень мало людей из Кыргызстана. А в 2018 там реально на каждых фотках какой-нибудь кыргыз. И все шутили, что там концентрация кыргызов зашкаливает на квадратный метр. Вот. И, собственно, почему все эти советы вредные? Потому что вам все время будет не хватать всего. А потом вы будете очень хотеть спать, потому что очень много задач, и всех нужно решать, нужно все это делать. Вот. Но как-то вот развивается, мне кажется. Спасибо. Может, какие-то вопросы, на которые я могу ответить? Я могу ответить на вопросы. Нет. Как идти? Спасибо. А, да-да, книгу. Это будет в ссылках. Вот. Я ее могу сейчас быстренько показать, чтобы вам было понятно, как она выглядит. В общем, в конце презентации будет такой вот Google Doc. И ODECA нет. Это Open Data in Europe and Central Asia. Это такой сайт, ЮЭновский. Вот это Data Journalism учебник, короче. Видите, тут пять модулей, короче, на английском, на русском. То есть эта версия уже адаптированная. Ну вот. Рекомендую. Вам спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо.